Он ее собрал, починил, сделал ее из двух ложек. И она ему дорога. Ложка победы, но победы потомков. Именно ее Кирилл Выбор взял для конкурса музей одного экспоната. Ее историю рассказывал жюри. В 2016-м ложку нашли под мясным бором, долине смерти, где прорывались к Ленинграду. Кирилл и сам стоял на той земле. В свою первую экспедицию нашел пули, гильзы и, что большая удача, останки солдата. По стоял, помолчал. Для меня это, да, действительно был небольшой шок, но мне переполняли эмоции. Я был рад, что найдены станки солдата, что в этой экспедиции, в моей первой экспедиции был найден солдат. Он стал больше интересоваться историей военных действий, солдатской историей в целом, вот этой темой. И вообще, кто через экспедицию прошел, он никогда, так скажем, немножко прежним не становится. То есть цена жизни человеческой, она становится в разы больше. Раскопки – самая впечатляющая поисковая деятельность, но и другой работы немало. К ней уже 7 лет привлекает детей Виталия Еременко. В Кулундинской школе преподают историю, общество, знания, а в неурочное время посвящают Великой Отечественной. Катарина Белорусова под его началом последние два года изучала судьбу Алтайской дивизии. Мы взяли 87-ю куллинскую дивизию, потому что была печально известная любанская наступательная операция, которая много лет была без внимания. По исследованию было выведено, что из 214 солдат 86 были похоронены в выделении кончики. Вопрос жизни и смерти покрыт тайной, даже если кажется, что все известно. Политрук дивизии Петр Лобанов в двух базах значился пропавшим без вести, а в третий – погибшим. Исследователям пришлось изучить карту боев за определенный период, чтобы взять нужный журнал боевых действий. Там-то и нашли информацию – погиб Лобанов от прилетевшей в штаб мины. Он был похоронен возле древней ручьи, но в дальнейшем он был перезахоронен в город Любань и увековечен в данном случае там на мемориале. Самое ироничное, наверное, здесь – это то, что 2-я ударная армия и все воинские формирования, которые входили в ее состав, они как раз наступали на город Любань. Как раз в этой любанской наступательной операции. И так не дошли до него. И после войны он был там перезахоронен. То есть он дошел до пункта назначения. Эти данные затем внесут в базы. За масштабную работу Катарине дали первое место как исследователю. Получать два золота для алтайского отряда «Сибиряк» и «Кулундинская школа» в частности – неожиданно, но приятно. Пожалуй, так же, как и заполнять белые пятна в истории войны и отдельных судеб. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком.